итак всем рецент game и продолжаем отбивать поля мисков риса от а могу со поехали и битвы уже начинают идти прям хорошо фронт просто осыпется и сыпется как говорится но что с ебалами японцы на у нас теперь полноценные четыре армии я бы сказал где-то да ну если объединить их того вот этого парня но по факту да считаю то что это не очень нормально действует реально 4 и мы тут уже тип даже окружение делаем в общем то я думаю время могут и и время японцев сочтено но и вот уже очень солидная часть территория возвращена а могут уже почти что выкинуть корабля и пекинское правительство тоже вот здесь вот скоро будет уничтожено потому что скоро мы станем пекинским правительством скоро мы станем именно истинным законным правителем китая не забываем то что можно нажимать кнопочки на фабрике если сигарету кнопочки некоторые на две фабрики тоже их надо прилететь и понажимать и поддерживаем наше вот это население заставляем их поддерживать нас точнее я бы сказал нормально нормально потихоньку сейчас разрастаемся уж тает думаю а что здесь не начать бы атаковать их а давайте здесь просто стрелочку нажмем и пускай эти войска сами двигаются чем бы нет по моему они здесь тоже не смогут там чего противопоставить ну и теперь их войска разделены на две группировки принципе как я и говорил на севере остались какие-то силы на юге окружение огромное японских и их сателлитов сил оксом это уже не так мало взяли на самом деле уже неплохо давайте наверно в эти внутренние фокуса пойдем здесь бонус к исследованию конечно приятно но пока наверное нам особо не сильно нужны я думаю да разведем сюда пхиней потому что здесь пункт снабжения очень важный и тем более самые отрежем их вот здесь от вот этой хотя блин они уже отрезаны от любого снабжения кроме местного какого-то а могу ского так что да так что прорываемся просто вот так и вот мы сделали еще одно разделение запада могу с от востока ну и да я думаю дни японии и их подсосов так сказать сочтены а вот и произошел кап пекинского правительства но еще один шаг ближе стали к освобождению китая и ребята теперь можем принять иностранное национальное лидерство мы можем теперь возглавить китай потому что ну да мы теперь являемся самым легитимным правительством в китае в принципе как могло быть иначе верно ведь мы есть легитимное правительство китая и не здесь тоже начинать наступление у возможности ну мы почти что дал почти освободили осталось лишь немножко подобивать западе пекинское правительство просто вплотную уже прижата к стене так сказать сентяне который тоже воюет против японии к все говоря надо бы подумать потом что мы с ним будем делать и здесь тоже китай верно только вот сейчас они не под нами ну это мы я думаю исправим то что как исправим а то что хуна не под нами и японцы да японцы просто уже не знает что делать но они я думаю уже смирились как бы с тем что с ними проведет просто сфига еще их и остатя душит ей у нас все от выбора есть этнические окном на лишь регионы либо унитаризм и везде что-то не очень понятно что происходит переворот да и есть до по ощущения чтобы выйти вот сюда нам нужно взять все-таки вот сюда вот этот фокус чтобы они вот что популярность этого парня увеличить по ощущениям не так надо сделать давайте пока что не будем думать сильно об этом пройдем подожди пропустить до пропустим вот это и возьмем вот этот фокус чтобы открыть вот эти остальные фокусы и вот маньчжурская группировка японских войск также уничтожена последствующего здесь вот в территории бывшего а могу со так сказать ну бывшего потому что они оккупировали территории временно а теперь мы разокупируем и возвращаем как бы нам истинному владельцу кстати судя по всем мне даже не придется захватывать каждую провинцию по что помню на россии мне приходилось буквально вот карту захватывать здесь судя по всему они уже капнут скоро и вот последние остатки императорской армии японской ликвидируются нашими бравыми китайскими рабочими которые просто решили защитить себя и свои заводы я думаю можно сразу планировать наступление вот сюда потому что очевидно это не те китайцы которые вы ищете верно вы ищете обычно вот этих китайцев ребят достаточно надо убрать лишних давайте на минутку вернемся в европу что здесь происходит и италия проиграла к сожалению тем временем в испании все еще гражданка не закончилась в британии попытались высадиться канадцы вроде успешно но я думаю не сильно раз так ограничено все норвегия капнула ну блин судя по всему там мексика и вот здесь вот ребята зашли до против германии но все равно мне кажется судя по всему как-то дулись дулись интернационалисты что по людским ресурсам ну примерно у всех бесконечности еще так что да по этим ресурсам вряд они закончатся дума пострижения не скорее всего уже очень сдулись и вот она гусс капнул отлично перенос нам вот передались территории как-то очень странно здесь оккупации конечно на юге ну что уж поделать так они распределились и теперь мы можем севера наши войска перевести как только мы конечно добьем здесь японские войска кстати корея освобождена мы как бы конечно корея это не изначально китайские земли но как бы раз уж мы собираем рабочих то почему бы рабочих корей не освободить тоже это близко да давайте им тоже поможем и вот последние две провинции литра тарской армии ну судя по всему все на этом она закончилась потери у них неплохие неплохие насколько по ним это вообще ударит я думаю да очень очень слабо по ним ударит об факту них уже просто не осталось дивизии те они были потеряны в полях монголии мы кстати говоря давайте возьмем этот фокус на кб против унания можно было бы их тоже до присоединить в принципе войска я сюда уже и выставил вот и ликвидирована последняя армия японии в китае южным до остается лишь чуть добить и ну планирует высоко наверно будет сложновато с другой стороны если вы помните тут периодически какие-то битвы проходят на море и это битва проходит ост-азия и они и судя по всему стадия ну нормально себя показывает и вижу что у них меньше кораблей но это по факту эсминцы здесь эсминцев нету а зато по большим кораблям у них перебивают кроме авианосцев и она вот видите да не наши корабли но дружественные теории горе можно будет в один момент найти откуда высадится чем можно вот здесь вот пройти в кайзаршизе можно пройти через камчатку вот так вот и в японии но взять ребят с ними не выйдет поэтому мы не пройдем в случае сейчас добьемся войска и может вообще перемирия будет какое-то а вот да ребята это она касающая солнца мы сейчас сможем замериться с по ней у нас на самом деле уже пятьдесят шесть военных заводов и мы доисследовали все авиационные техники следовательно что следовательно вот он улучшил улучшенный корпус среднего самолета мы делаем себе наверное начнем с тяжелых истребителей давить истребители все-таки нужнее чем штурмовики в том смысле что если вы не контролируете воздух то в принципе ничего не побомбить своим штурмовиками но такое вот казуаленькое я думаю мы и сделаем и иконочек ну иконочек здесь к сожалению прям красивых нету все только дефолтные давайте на какую-то хотя бы ладно это потому что это может кончить усовершенство вариант потом будет вот они наши первые китайские самолеты очень тяжелый очень мощные очень хорошие очень дорогие а я кстати говоря смогу теперь расформировать этих вот ребят которые не обученные там ополчение вот это все плохие шаблоны кайф наконец-таки это это настало здесь полностью все добито можно эти войска выставить не знаю куда-нибудь здесь давайте к просто только такой а что будет скорее по этому миру просто дело в том что я не хотел бы оставлять японии корею да я хотел бы чтобы японцы вообще отсюда свалили поэтому сейчас будет интересно что здесь произойдет мы теперь они продолжаем интегрировать в себе территории нас начинаем с тех которые побольше имеют фабрик и заводов и иных и вот она выдача солнца это мы попробуем заберется ну вопрос только на карет тут или нет важный вопрос кстати про знаем про хитовской перри солнце садится мир с период выдачего солнца пропадающего мы не служим еще меньшего и вот он мир блин япония все таки корею себе но я оставил то как бы такой типа типа под нейтральным кино контроля непонятно совсем забираем все территории конечно же господи набираемся все территории они тоже тика что сейчас мир будет с япония отдельный или что с и скорее скорее всего мир походу будет осталось я вижу две пробки выделилась неудачно и мы сейчас отдельно скорее замеримся походу и мы нереально интегрируем сейчас проект провинции эти войска можно господи какие же они тут бешеные все просто нереально обучены куча ветеранов на эти эти люди видели некоторые дерьмо в маньчжурии в монголии в горах южного китая как говорится да это это реально люди которые видели уже в своей жизни наверное почти что все и давайте обучаем тех кто вдруг еще не обучился несколько таких дивизий все есть ну можно их тоже довести до хорошего уровня остальные видите да конечно безумно качаные да вот мир с кореи ну господи что мы серьезно нет ладно вроде мы получим корею все хорошо все хорошо мы даже можем еще острова о это нам надо вот так сожалению нету вот такой мир меня устроит и так должны должны вот эту кнопочку нажать я думаю цельвины от аннексии против ост-азии блин но звучит как-то так себе мы вот эти острова все не заберем как бы и респакт я думаю нам сильно с ним смысла воевать нету мы планируем только китай контролировать давайте теперь попробуем я сохранился вот эти фокусы взять они спровоцируют от этого парня и наверное если вот эти два фокуса о будет переворот можно даже поискать да все правильно надо те которые мы не выбирали брать и так просто налогов мы же должны их ослабить и мы все еще опасной позиции я думаю не надо поддержку населения сбивать давайте облегчим их бремя потому что ну да по факту мы уже не в такой опасной ситуации так мы должны выбрать теперь нашу постоянную столицу когда когда закончится мы практируем фокус выбрать столицу а где-то хороший вопрос да нибудь мы где-нибудь это увидим о реинтеграция с севера до закончится конгресс мы сможем реинтеграции вот это это уже я знаю где находится а столица а вот столица все я понял отлично окей конец конгресса мы теперь республика китай с к республик вот она отлично на сервер прости мобилизоваться но пока что нет судьба кореи военной оккупации либо корейская республика а давайте сделаем лояльную корейскую республику отлично вот них еще и свои фокусы есть это вот видите весьма с того как они появляются весь кита вечная революция что-то вот есть фокусы для независимых а есть для зависимых то есть продумано то что от китай может потом выделить корею это мне нравится я думаю демобилизации экономики проведем как только сотки достигнем да вот этой вот дней а что пускай под тотальный мобилизации еще построит немножко военных заводов у нас есть политка давайте нажмем готовиться к войне и не забываем индустриализацию проводить не забываем потихонечку интегрировать какие-то территории и вот они три первые самолеты давайте-ка они будут немножко работать вот здесь вот просто захидовать понятно небольшое но уже какое-то и нажалим кнопку да ну тут конечно все достаточно просто сколько там дает кстати говоря процентов примерно ну ладно тоже тоже неплохо падение детройта это понимаю все да наши красные друзья америке проиграли вот эти конституционные конфидератор начали проигрывать по ощущениям да и ноты эти все-таки тихо-хенские штаты мне кажется самые сильные по бафам именно из каких-то очень много бафов накидано самое главное что у них стапка постоянно сотка хотя у этих тоже сотка но все равно как-то как-то мне кажется вот эти бафы помощь не будут и в итоге они так или иначе побеждают и плюс самое главное эти ребята в отличие от вот этих воюют всегда только одним фронтом а один фронт денежки всегда проще пробит в принципе для игрока тоже как вода здесь надо вокруг круговую оборону держать потому что скорее всего лишь к немножко ломается вот на кликах у на них танки были 700 танков мы захватили забавно в этом случае есть теперь у нас присоединили мы их теме что ли ребятами было заняться до нас нету на них кнопки как ни странно может еще появится вот здесь да если реинтеграцию нажмем я думаю где-то здесь будет тибет аппарат а могу с нет слушайте синьцзяня а нет вот вот синьцзянь все окей я нашел синьцзянь я думаю дождемся все-таки фокуса чтобы так сказать как надо так и делать я начинаю исследовать немножко флота так чисто на всякий случай ведь мы все-таки у нас береговая линия огромная да и мы можем быть несколько уязвимы морю давайте-ка все-таки флот тоже начнем делать тем более что верфи у нас принципе какие то есть так вы сделали вот эти фокусы и теперь мы можем идти и вот сюда в переворот поехали о загадочное письмо уж надеемся что это был пранк говорится кайзер вильгельм 2 скончался ну волка старика перед там вильгельм 3 но войну это вряд ли изменит все говоря британцы выкинули канадцев ну да мы нашли источник так то есть какая-то встреча странная но безобидная да давайте это нонсенс не разведывайте встречу и так через месяц что-то произойдет управляем полицию но мне кажется мы уже опоздали так полиция сказала что ничего странного не происходит и наверное шпиону врет это очень странно потому что он самый доверенный шпион вот так происходит что происходит так очень серьезное дело арестовать и оказывается что действительно существует этот заговор и они уже проникли на всех уровнях все не неожиданный поворот событий давайте-ка идем сразу вниз теневое правительство бежал он безжалостное управление дайли он же за расшифровку гражданского и армейского шифра я так немножко вниз спущусь у нас он потом будет не знаете вот есть пруссия это типа армия со страной там есть у американцев здесь флот со страной а у нас разведывательное агентство со страной как бы мы знаем кто в этом мире создаст синет и создаем а также тактические бомбардировщики отлично у нас теперь и вот эта часть авиации тоже есть я стараюсь закупать в франции чтобы им фабрики давать и бустить их хотя бы как-то вроде этот толк есть но вообще не очень понятно кто сейчас победит войне а вот в котором велик 3 и теневое правительство готово дальше мы идем движение с новой жизнь давайте подумаем что мы хотим мы хотим доделать сразу политический фокус и либо что-то еще сделать этому то давайте сразу по политическим а сюда мы сами сделаем вот так вот кб нашло по тени рима это австрия сховала любопытно а стрессы горячая все еще войну не зашла как хочу я как-то помочь интернационал я думаю да да брось можно было бы послать но я думаю это не так интересно и правильно давайте отправим им поддержку они ведь нам все-таки помните столько всего надавали о возможности дадим какой-то кэшбэк поэтому все вот это снаряжение что у нас есть мы им отдадим я верю в французов правда есть не у них нету конвоев да есть вот нюансик маленький но попробуем им что-то как-то про это провести но шансы конечно не сильно радужные давайте уже демобилизуем экономику пускай мужики почилит мы можем доиндустриализовать то мы хотим все эти кнопочки по прожимать и наверное давайте продолжать интегрировать территории побежать за новую жизнь готова одно партийное государство можем выбрать давайте сделаем и мы идем авторки и у нас до фабрик стало очень мало что то что вы кучу все покупаем и демобилизовались конечно покупаем и прям слишком много наверное давайте знаете что мы сделаем мы сделаем вот это пользование не стратегических материалов верно чтобы алюминий немножко скинуть вот такие ну уж очень уж очень дорога цена обходится по алюминию посмотрите как насколько все дешевле стало я думаю наша экономика не столько большая чтобы позволить себе без алюминия производить с алюминием производить просто бэм 11 фабрик 1 фабрик мы давали эти фабрик настроим потом может быть куда-то вернемся к обратно а пока пока вот так и теперь сдаем агентство ведь помните да мы скоро будем агентством со страной и у нас теперь идет встреча о определении лидерства а параллельно мы будем решать где же будет наша новая столица и бы сюда вот готов поэтому армия думаю какую-нибудь стоит туда отправить давайте вот эту есть куча непроходимых территорий это нам здесь приказы будет сломать но что поделать потому что я думаю это мы и под завершим текущую серию наша новая китайская народная республика готова она теперь огромная промышленная страна 88 заводов военных да уже больше чем у франции мы теперь будем потихоньку пытаться помочь здесь ребятам добьем синьцзя не восстановим как бы полностью весь китай потом будем думать насчет городов концессии скорее всего их тоже мы вот это под душем скорее всего еще и потом со стази какой-то раз там и бирма рядом то есть бирмы тоже нам нужно будет разобраться чтобы нас точно обезопасить для этого я как вы можете видеть здесь уже потихоньку выкачиваю морские тихи и скорее всего будут крейсерами делать какую-то ну грязь посмотрим конечно все равно будет тяжеловато когда у них вот такой флота у нас нету но если они капнут остази капнет то мы получим их флот векается да с вами был друг и подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайк комментарий и дискорд все ребят как обычно и до скорых встреч пока